Всем привет и добро пожаловать на мой видеоканал. Сегодня я получила очередную коробочку, которая называется Latest in Beauty. Выглядит она так. Я ее уже открыла, потому что в прошлый раз другие коробочки у меня составляло проблему открыть. Поэтому я вот так вот сразу заранее подготовилась. Так вот она выглядит. Тут такая, так она была закрыта. Такой наклеечкой. И что внутри. Как всегда, вот тут такая брошюрка. Говорится о том, что я увижу в этой коробочке. Какие продукты. Также книжечка с описанием каждого продукта. Так она выглядит. Ну и что теперь в коробочке поподробнее. Здесь дается такой пробничек. Melting Cleansing Balm. от Mirumia. Тут 2 мл. Это очищающее средство. Написано, что можно попробовать смывать макияж. Но также здесь, вот в описании написано, что остерегаться зоны вокруг глаз. Поэтому мне кажется, что, наверное, все-таки это больше как мыло, такое, бальзам для умывания. Не пробовала. Не пробовала его, испробовала, скажу. Даже не слышала о такой фирме. Следующее, что здесь в этой коробочке, это... Это дезодорирующие салфетки. Для девушек это полные. Значит, 20 салфеток. То есть, полный продукт, не пробник. Говорится о том, что эти салфетки на натуральных, минеральных солях. Попробую, расскажу. Следующее, это такой вот скраб, пилинг для рук из серии Сакура от фирмы Ритуалс. Я, если честно, ничего никогда не пробовала от этой фирмы Ритуалс. Но слышала хорошие отзывы. Поэтому расскажу о этом скрабе. Он идет как питательный и увлажняющий. И, несмотря что это скраб, его можно использовать каждый день. Я его испробую и обязательно расскажу о своих впечатлениях. Это, мне кажется, тоже это полный продукт, потому что 75 мл. Следующее, что в этой коробочке, Latest in Beauty, это шел такой крем для рук. Так, крем для рук. Вот так он выглядит. Мне кажется, это пробник, потому что это 25 грамм. Я не знаю, это полный продукт или нет, но мне кажется, что все-таки это, наверное, не полный продукт. От фирмы Крэп Три Энд Эвелин. Крэп Три Энд Эвелин. Вербена Энд Лавандер. Это английская марка. Она стала производить продукты в 1972 году. И в составе этой марки содержатся натуральные масла и экстракты. Вообще, эта серия изначально была разработана для садовников, потому что у них руки очень сухие, шерховистые и с трещинками. Поэтому изначально было для них. То есть этот крем для рук позиционируется как для сухих, очень шерховистых и руки с трещинками. Аромат, кстати, очень приятный. Он такой свежих трав и лаванды с такими нотами кедра. Поэтому очень-очень приятный аромат, так как здесь содержатся натуральные масла и экстракты. То есть это такой полубиопродукт. Попробую, расскажу. Я также ничего не пробовала от этой английской фирмы Крэп Три Энд Эвелин. Где-то у меня, может быть, сейчас покажу, если будет. Вот фирма эта. Крэп Три Энд Эвелин. Вот он он. Крем для рук. И вот эта фирма. Как называется. Следующая. Это маска. Это маска для лица. Вот так она выглядит. Это от фирмы Доктор Органик. Вам, наверное, она известная. Это минералы Мертвого моря. Глиняная маска. Вот так она выглядит. Я ее заранее вытянула. Я ее еще не пробовала. Это тоже полный продукт. 100 мл. То есть очень много продукта. Она помогает коже выглядеть насыщенной, увлажненной и очень глубоко увлажняет. Опять же, я ничего не пробовала с этой продукцией. Я также, я приобрела крем от этой фирмы Доктор Органик. Тоже не пробовала ее. Ну вот, сейчас попробую и поделюсь своим опытом. Следующее это Essential Care Creamy Coconut Cleanser для нормальной, сухой и восприимчивой кожи. Это тоник для умывания. Не тоник, это, опять же, умывающее средство. Вот так выглядит. У меня 30 мл. Я не знаю, это полная версия или нет. Мне кажется, наверное, все-таки это не полное средство, потому что это умывающее средство. И также ею можно смывать макияж. И это также, эта фирма позиционирует себя как натуральное, как био, как органик, то есть натуральное средство. И я также ничего не пробовала с этой фирмой Essential Care. Попробую, расскажу, как это увлажняющее средство, как, не увлажняющее, как это умывалка, да. Как это умывалка, насколько она сушит кожу и насколько она хорошо смывает макияж. Это, в принципе, все, что меня интересует. Потому что я считаю, что умывая лицо, умывалка не должна сушить. Особенно, если это для сухой кожи. Следующее это тушь Bella Pere. Это объемная тушь. Я, если честно, не знаю ничего об этой фирме. Я ни разу ее не пробовала. Вот так она выглядит. Я ее тоже заранее вытянула. Это полный продукт. В нем... Сейчас скажу, сколько миллилитров, если найду. В нем 9, аж 9 миллилитров. Это достаточно много. Кисточка в нем, если честно, такая обыкновенная. То есть мне почему-то она не очень внушает доверие. Вот такая. Такая обыкновенная кисточка. Не знаю, насколько она хорошая или насколько она плохая. Но она себя позиционирует как объемная тушь. Так она выглядит. Попробую и расскажу об этой фирме побольше. Об этой туши. И последнее. Это пробнички. Шампуня и кондиционера. Так вот они выглядят. Это шампунь. Это кондиционер. Это маленькие пробнички. В них всего лишь 30 миллилитров. И это от фирмы John Masters. Я не знаю, знаете вы эту фирму или нет. Но это уникально органическая марка. Это очень хорошая марка считается. John Masters. Он топ стилист салонов красоты. И его средства. Независимо это шампуни или это кондиционеры. У них есть несколько обязательных правил. Которые обязаны соблюдаться. И одно из них. Это то, что их средства не содержат. Лаурид сульфата натрия. Парабенов. Искусственных красителей. Ароматизаторов. Они тестируются на животных. И очень много разных плюсов. То есть это такая органическая серия. В самом кондиционере содержится 17 сертифицированных органических ингредиентов. И в самом шампуне 15 органических сертифицированных ингредиентов. Я, если честно, я не пробовала эти продукты. Я только слышала об этой фирме John Masters. Я обязательно, обязательно их попробую. И с удовольствием расскажу о своем опыте. Насколько они мне понравились или не понравились. Потому что я ничего из этого не пробовала. Из этой фирмы. Спасибо за внимание. Как только я испробую все с коробочки Лейтис и Бьюти. Я обязательно вам расскажу. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok